Я директор частных предприятий небольшого Беларуссо-Чудеского. Ну, такая классная штука. Этому предприятию исполнилось 80 лет, и оно частное. В Беларуси есть такие чудеса, это конглуберат кооперативов. А вы ведь здесь моложе. Это конглуберат кооперативов, который образовался в 1926 году, который, конечно, был национализирован в 70-е годы, который в первой волне, в 1932 году, приватизировался назад людьми, коллективом, без всяких арендных штук. И вот через все эти страды вы выжили, до сих пор существуют, как частные предприятия. Но это было непросто. Это было страшно. И я немножко про это расскажу. А второй вопрос, важный для понимания этой презентации, по базовому образованию я физик. Геннадийский завс-университет. Физик из меня очень плохой. Но единственное, что нам в колотине с первого курса, аналитического факультета, мир очень сложный. А человеческий мозг достаточно простая машинка. И те конструкции, теории, которые мы пытаемся построить для того, чтобы мир себе объяснить, они имеют смысл, они полезны только в той мере, в которой они работают. То есть никому в случае нельзя эти самые теории, которые мы пользуемся, обречислять, делать из них какую-то... Пока работает прекрасно, не работает, значит срочно не выбрасываем, берем следующую. И в этом смысле, когда я сейчас буду кого-нибудь как-то обзывать, и на какие-то теории ссылаться, прошу меня в силе не обижаться. Это всего лишь наша увоззрительная конструкция, которая помогает выжить, которая помогает предпринимателю, например, в Беларуси, сохраниться, продолжать работать. А ты можешь отойти чуть-чуть в проект? У меня Дениэль Трабанчук туда сюда пойдет, но не знаю, как листать. Мы не на моем съемке. Может, вы знаете, что делать? Какой? Какой? Значит, что... Ну и так, я активист в центре МИЗОСа, это организация, конечно, которая 99% это Романчук, но там есть еще 1%, там тоже работает много людей, значит, в этом 1% есть моя доля. Значит, в основном я пытаюсь как-то Романчукову немножко вернуть к земле, значит, то есть на вот этом огромном воздушном шаре там висят грузики, да, разные, ну и, значит, я тоже там, цепившись, берусь. Значит, это фотография, это 14 февраля 2017 года, рабочая группа, первое заседание, да, администрации президента, в новом дворце, не администрации президента, в новом дворце, значит, тут длинный такой стол, 30 человек, рабочая группа, я сижу в этом самом краю, значит, так получилось, что я попал в эту рабочую группу, там нужны были представители бизнеса в том числе, значит, было большое количество надежд, и даже Романчук, это не мне правда написал этот вопрос, вернулся в вертикаль власти к предпринимательству после декрета номер 7, декрет номер 8, набора других нормативных актов, не знаю, я лично, честно вам скажу, я ходил туда как контактный зоопарк, причем берушкой был я, и еще там парочку предпринимателей, которые тоже, которым разрешили там сидеть за столом, это было реально очень страшно, и, ну, мы-то вроде добрались, а девушек парочку были, причем они были представители крупных застройщиков, не помню там, кто конкретно, не буду говорить, она перед входом в этот зал так перепрестилась, типа, лишь бы что-то не спросили, лишь бы что-то не ляпнуть, потому что, понимаете, там, ну, глава администрации, первый зам, вот следующий госконтроль, там, с той стороны Матюшевский, а потом, значит, прокуратура, следственный комитет, ну, то есть, как, что бы он делал с предпринимателями, собрался консилиум, в конце осталось, сидим там, три-четыре предпринимателя, и Рома, смотрите, мужчины Рома, да, поэтому, не знаю, у меня не было особенно каких-то надежд, потому что это же, на самом деле, работа, которая ведется сколько лет уже, да, был же на этом декрет, директива была, да, значит, и у меня, честно говоря, двойственное очень было, на самом деле, все равно это большое эмоциональное потрясение, двойственное такое, потому что, с одной стороны, героическими усилиями, коряйцева, Романчука, еще тут группы активистов, да, этот вопрос, что же делать с предпринимателями, жить ему или не жить, в каких условиях жить, он был втянут очередной раз на повестку дня, значит, и в череде, плотно, заседания, там, изделяется с учеными, да, какие-то там, мероприятия, документы, с аграриями, мероприятия, документы, предприниматели, то есть, мы хотя бы, из-за чего-нибудь блог, вырвались на тот уровень, когда, ну, хотя бы зовут, смотрят, разговаривают, спрашивают, это было очень приятно, но, еще раз, интеллектуально в смысле, это был такой, фиаско, фиаско, к сожалению, еще раз я убедился, что герои были среди нас, их надо было внимательно слушать, это Катко Пендукидзе, это человек, который в Грузии делал реформы, да, вот этот его диагноз, что миллионы людей в постсоветских странах привержены за многих смежных камер-пультов, но он просто, вот, понимаете, был очень очевиден, очень очевиден, сейчас мы это с вами еще раз попробуем обсудить, там водка есть, тут хорошо, я вас прошу, кто это будет обсудить, вы же сам председатель, слушайте, давайте, вот я хотел вас, у меня, понятно, что у нас такой формат, что мы большой дискуссии не будем обсуждать, значит, устраивать, значит, мало времени, но тем не менее, вот Беларусь, да, это 94-го года, это 2017-й, средняя продолжительность жизни женщин, мужчин выросла в среднем тут на 4-5 лет, да, количество автомобилей, 742, 2000, тут 2 миллиона 932, да, количество метров жилой площади, 19-20 семей, средняя зарплата, тоже очень красиво, 23-504, и можно кучу таких вообще взять, очень красивых цифр, да, красивых цифр, ну, вопрос такой, к вам, и у меня просьба несложная, а просто одним словом, вот одним словом, а почему, откуда это взялось? они взяли, например, соцзарплаты на 16-м году, значит, кто-то взял, специально взялся, новинный бай, они там, это же не прав, ну, хорошо, пускай здесь будет 497, ну, какая разница, ну, согласитесь, что порядок цифр, там, вот такой вот, да, одним словом, откуда взялось, откуда это, это же качественный перекос, белстат, белстат, еще, Россия помогла, кредиты, Россия, кредиты, заработок, обман, заработали, ну, это было много тюневого сектора экономики, тюневой сектор экономики, тюневой сектор, я не понял, подождите, подождите, вот насчет тормоза, 2 миллиона 900 цифр, автомобиль, ездят по нашему, откуда оно взялось, почему до этого не могли заработать, откуда это пока, ездили, расстовывали вылез скачок, ну, понимаете, денег, где-то взяли, это вам надо, там есть, там есть, часом, ну, ну, тот человек сказал предприниматели, скромно, предприниматели, предприниматели согласен, но конкретно по машинам, я помню, скачок, но вот ездил, еще какие-нибудь предположения, мудрое, государственное руководство, Руководство, в этом есть какая-то доля правды, но это я к тому про карго-культы, на самом деле, значит, карго это, вы помните, что такое, карго, сейчас будет картинка, значит, смотри, организатор нашего сегодняшнего мероприятия, центр Мизесова, вообще, знаете, какой Мизес, к счастью, я надеюсь, что Романчук, вообще, на самом деле, с Марксом, Смотрите, программа либерализма, если ее сшат и выразить одним словом, читалась бы так, собственность, то есть частное владение средствами производства, все остальные требования либерализма вытекают из этого фундаментального требования, это слова Мизеса, и получается, что единственный человек в этом зале, который про это постоянно вам кричит, это я, и вы меня постоянно гдобят, но не знаю, я попробую еще раз все-таки вам сказать, что основа свободы, основа процветания, это экономическая свобода, основанная на частной собственности, ничего другого, никакого другой теоретических оснований вы для этого не можете, почему у нас здесь всего лишь 500 долларов, да, а не хотя бы там 2000, как в Польше, потому что у нас экономические свободы и частной собственности ровно вот в 4 раза меньше, чем в Польше, это единственная логическая связь, ничего другие, какие объяснения не работают, конечно, этот переход, он не такой простой, классная статья появилась на Репаблике, значит, один польский журналист написал книжку, значит, она стоит из двух частей, значит, в первой части описывается опыт реабилитации медведей, значит, в Болгарии есть центр, который собирает во всей Европе танцующих медведей, ну, их забирают, кстати, в бродячих зоопарков, там, значит, их пытаются реабилитировать, вернуть живую природу, да, это занимает практически около года, и в реально полностью вернуть медведя в нормальной жизни, чтобы вернуть его в лес, ну, почти невозможно, но, тем не менее, то есть, их как-то нормализует, нормализует, а вторая часть этой книжки, польского журналиста, это про то, как Польша, Румыния, Болгария, вот эти постсоветские страны пытаются вернуться в нормальной жизни, да, это при том, что все институциональные установки, импорт институтов, у них произошло автоматическое вступление в Евросоюз, ну, и все эти вот страговые сложности описаны в этой книге, значит, а у нас получилось немножко вот так, вот то, что такое каргопульт, да, жители Вануату, когда американские базы от них уехали, американские базы, которые привозили тушенку, там, лекарства и так далее, они строили деревянные самолётики такие и ждали, пока кто их привезет груз, значит, то же самое делали постсоветские страны, они строили парламент, понимаешь, здание, там, писали парламент, да, и так далее, выбирали каких-то людей, говорили, давайте мы этим судим зарплату, давайте они будут несменные, они от этого будут судить честно, да, и так далее, про собственность никто не говорит, к счастью, Беларусь не пошла этим путем, значит, к счастью, в Беларуси оказался один, очень практически, заточенный человек, который, к счастью, для нас стал президентом, я не шучу, значит, я не знаю, правда ли вот эта вот фраза, но это апокриция, да, это такая вещь, даже если она прямо так не прозвучала, значит, по сути, так оно и происходило, значит, собрало происходило, прошу, мужики, кто умеет по-новому управлять, молчание, значит, будем как умеем, а как умеем, собственно, что у нас происходило эти 20 лет, тоже я бы не осмелился об этом слов говорить, хотя, по-моему, лет 5 назад на этой презентации именно про то, что нас легче всего описывать, как наш опыт белорусский, осколониальный, я пытался говорить, но не было базы, а вот сейчас, к счастью, я могу опереться на эту книжку, это Александр Эткинс, профессор Петербургского экономического, Европейского университета, сейчас, потом он уехал в Кембридж, сейчас он в Флоренции, в Европейском университете, это историк, значит, он написал такую книгу с огромным вообще откликом, значит, с огромной литературой по этому поводу, значит, он описывает опыт России, основываясь на кучу разных книг и так далее, как постколониальный и колониальный, вот этот вот термин «внутренняя колонизация», то есть он взвел как бы в поле русского языка. Что такое внутренняя колонизация, как так получилось в России? Российская империя по мере расширения, ну, самый простой пример, значит, захватывала какой-нибудь очередной, там, Туркестанский край, да, и туда приезжал генерал-губернатор, и происходила колонизация, то есть насаживались имперские институты, там где-то с насилием, где-то без насилия, но тем не менее всех приводили к общему знаменателю, который означал, на самом деле, и культурную тоже экспансию, да, это и обучение языку, и они строили рядом библиотеку какую-нибудь, да, ну, то есть, понимаете, владелец культурный оборот. Самое интересное, что этот же самый генерал-губернатор в следующей каденции ехал в Тверскую область, и точно такими же методами управлял там, ну, внутрироссийскую какую-то, а потом в северо-западный край, то есть методы управления в Российской империи, вот этих разных кусков империи, они были одинаковые достаточно, они не отвечали таким образом, это делали они и те же люди. И это как бы странно, да, что губернатор, это же, ну, такой же, фамилия у него такая же русская, там, татарская или какая-нибудь, немецкая, да, он одинаково управляется с подданными на любой территории, на Камчатке, в Туркестане, в Белоруссии, там, в Малороссии, ну, все равно, на самом деле, методы одинаковые, территория относится как захваченная, загадочная, как и к своей, к людям относится как ресурсу, значит, оно, конечно, прекрасно, лучше всего работает, когда есть какой-то ресурс для распределения, но ресурс всегда есть, когда где-то там это нефть, где-то хлопок, где-то кушнина, да, сейчас вот это нефть и газ, поэтому, когда вот проводят такую табличку, это люди и в каких режимах они живут, да, с 1816 года по 2015, видите, колонии занимали, вот так, почти 40% населения земли, значит, по официальной статистике, после 20-х годов колонии нет, но методы, да, остались, я не хочу сказать, что мы чья-то колония, нет, ну, просто, в момент, когда советский развалился, никаких других методов не было, не умели никак по-другому, и оказалось, что, ну, более-менее нормально для жизни этими же методами продолжать работать, и успехи-то машины ниоткуда не взялись, методы построились, значит, как оно работает? Это три уровня жесткого контроля, рентная экономика, значит, есть бюджетная рента, все, что перераспределяется через бюджет, перераспределяется своим людям, который специально отобранный, который входит в вертикаль, значит, сырьевая транзита, это тот самый сюрпляс, доход, да, для России важнее, конечно, сырье, потому что они нефть и газ продают, и то, что Романчук нам вчера говорит, там, эти жуткие цифры, там, миллиарды, миллиарды долларов в год, для Беларуси и сырье, и транзит, для нас транзит, мы тоже, на самом деле, живем, как такой нефтяной офшор, и очень сильно зависим от нефтяных цен, потому что и переработка, и транзит, это основные статьи, как бы, доходы этого, ну, а то, что касается большинства предпринимателей, мелких бизнесменов и так далее, это административная рента, значит, контроль доступа компании к внутреннему рынку, это тоже то, что государство плотно держит в своих руках, считает это одним из основных инструментов управления этим самым территорием населения, и то, чем нас полностью держат, вот вас, как предприниматели, держат в жесточайших рамках, значит, причем, это все системы, они перекрещиваются, вы можете взять любую, они немножко, они завуалированы, да, там, смотрим, не понимаем, вроде бы, откуда, какая, это система работоспособная, она работает, значит, вот если посмотреть, где у нее слабое место, котел, на самом деле, слаб, ерунда, все это ерунда, это прекрасно работающая система, она просто громыхает, шумит, знаешь, у нее дыма куча, да, но она едет, она не, как говорится, способна по сравнению с современным, каким-нибудь тепловозом, да, но внутри у нее все отлажено, технология, отработанная веками, значит, реальное слабое место, единственное, происходит вот здесь, понимаете, вот здесь и здесь, там, где происходит момент выбора тех самых людей, которые будут сидеть на токе перераспределения, вот здесь нету конкуренции, она вся вот тут, в этой части, и так же касается и здесь, понимаете, кто будет контролировать там какой-нибудь трансгаз, да, вот на этой точке, кто будет сидеть, вот вокруг этой точки и вся конкуренция, и вся борьба, все конкуренционные скандалы, про которые Романчук, он тут прожужжал уши, рассказывает про Минздравгейты, там, и так далее, это и есть проявление конкуренной борьбы внутри системы, они являются ее естественной частью, никак не угрожают здоровью все остального организма, сложные мысли, сейчас попробую еще дальше рассказать, и что еще важно, вот этот самый постколониальный метод управления, да, еще раз, мы изничьяка колонии, это просто метод управления, эффективный, устаревший, но все равно работающий, который к нам применяют, он полностью противоречит всем этим западным ценностям. В чем у нас были скандалы и конфликты с Западом, с Европой, с обиделёнными, там, с Штатами, да, по сути, у нас конфликта никакого нету, ни мы ничего не должны, ни войны там никакой, да, ну что, новая страна, но у нас куча постоянных дипломатических напряжений, потому что методы эти управления, они прямо противоречат и юридическому равенству, и политической свободной демократической республике, как принцип организации, и разделению государственной власти, да, и вступлению в политические союзы, даже не говорим, что там БАТО, куда-то даже в эти наблюдатели будут вступать. Международная защита прав человека, оно прямо противоречит всем этим пунктам, эти пункты, я не придумал из головы, у вас в том году была здесь на школе радость, гений, я вас всех призываю читать его live-journal, значит, в этом великолепном селе, у вас 7 важнейших принципов западной цивилизации, он сформировал буквально недавно, жил в таком чисто концентрированном виде, залезьте, посмотрите. Почему наши власти говорят, что нам это и не подходит? Потому что, да, каждый шаг из шагов, вот из этих, оно разрушит работоспособность действующей модели. Вот так получается, да, оно прямо противоречит действующую модель на сегодня. Нельзя, понимаете, если у вас административная аренда является основой управляемости системы, то ты не можешь запустить сюда кого хочешь. Если у каждого будет свой кусок земли, то зачем ему председатель райисполкома? Если ты тогда сможешь растить что хочешь, продавать где хочешь, тогда не надо. И поэтому инструменты контроля, они множатся, они наславятся друг на друга, они явно избыточные, власти это понимают. Понимаете, вот простой пример, например, мой, да, компания, которая занималась, занимается ремонтом обуви в Мельску. Казалось бы, кому какое дело в правительстве, да, что там, кто какие гвозди, куда бьет. Значит, у нас регулировалась, например, цена, просто по факту. Стоимость на обуви в Мельске, но у нас стоит столько. Значит, у нас регулировалась рентабельность. Рентабельность у нас должна быть не больше 25%. У нас регулировалось любое изменение цены. Любое изменение, ты должен был собрать пакет документов, нести в комитет специальной комитетной сполкомии, объяснить, что. Ребята, подождите, вот сейчас еще немножко, даже инфляция, и я просто буду выключен. И вообще, в принципе, недостаточно ли вам, что вы просто ввели индикативные цены, я за них не выхожу. Нет, должен отчитаться по рентабельности, по цене на изделие. Понимаете? Это при том, что все равно же еще контролируют и так, и это, и собственно, где оказываются услуги. Они тоже городские. И поэтому суть всех вот этих работ в рамках декретов 7-го, 8-го и все эти законодательства, она на самом деле пока на сегодня, это только снятие совершенно избыточного, да, там где три раза контролируют. И на самом деле, когда вот в рабочих группах это обсуждается, когда они, ну, чиновники-то лучше нас знают в систему. Они и говорят, господи, а что, когда этим, ну, отменим мы какой-то конкретный контрольный показатель. У нас же есть еще пять, а сверху еще госконтроль. Что еще надо? Зачем, зачем-то такое избыточное это? И еще очень важная вещь из этой же книжки. В рамках этой вот метода управления ты никогда не поймешь, чем занимается тот или иной орган, институт или человек, сырьем или обороной, является он силовиком или царевиком, является ли он чиновником или менеджером. Это такая двойная лента мебиуса, когда ты никто не понимаешь толком. И все это переходит друг в друга. Вот скажите, если просто посмотреть на наш совет министров, премьер-министр, понятно, первый зам, и раз, два, три, четыре, четыре зампреда. Кто из них является классическим министром, человеком, который занимается документами, законодательством, драмотворчеством, а кто является просто, ближе, похожей на хозяйственный субъект? Человек, который конкретно ведет заводы, фабрики, пароходы, колхозы, занимается хозяйственным процессом. Только Матюшевский один. Вот типа Матюшевский занимается именно документами, только все равно, в его виде не банки. И это тоже такая вещь. А здесь конкретный хозяйственный процесс, начиная от просто вот... Матюшевский один. Да все это нам говорят. Матюшевский, матюшевский. Что говорит Жарко? Мы занимались закупками с утра до вечера. Мы контролируем все процессы. Вот, это начиналось утром. То есть они все контролируют. Порцию, какую кладут в столовке японичной, какая у меня есть зарплата, сколько там кое. Они контролируют учебный процесс. Кому давать диплом, кому не давать. Они контролируют, даже если есть какой-то частный центр, контролируют, какие должны быть категории у этих врачей. То есть они это само в деле. И силовики, и сырьевики, и менеджеры все. И вот если взять все списком наше министерство, ведомство и комитеты, мы можем сейчас устроить, посчитаться, да? Но понятно, что 60% люди занимаются просто хозяйством. Больше. 70% зависать. Чистое нормотворчество это кто? Я одезия, картография? Наоборот, там вообще никакого законного нет. Хорошо. Миньюст, может быть, меньюст, да, парочку. Понятно? Таможенный комитет и госконтроль. Я прошу прощения, самим генизм построен по адресному признаку? По адресному признаку, да. Понимаете? То есть это... Это принцип работы системы. Да, в том-то и вопрос. Это вам сказал человек инсайдер, который... Господин Поплыка, который из академической науки сходил туда, значит, ну ему не... Он хотел заниматься там в министерстве, новоотворчеством, законодательством. Он думал, что его академические знания пригодятся, а ему дали лопату, говорит, копай. Да, так было? Не понравилась Мадзория трудовая. И я извиняюсь за эту фотографию, я понимаю, что он ближе от права... Но... Это формально, понимаете? Формально. Нет, фотография, это творческий процесс. Как там было? По поводу... Слева Николай Александрович. Николай Александрович. Да, да, да. Не даст забрать. То же самое касается и вертикали. Каждый из глаз администрации, мэр, губернатор, он же не просто человек, который отвечает за жизнеобеспечение на этой территории, да? По идее, что такое губернатор? Человек, который организовал местную пожарную службу, местную милицию, вода горячая у вас есть, по улице бесплатно можно ходить, но нет, у нас на самом деле вся вертикаль, она плотно загружена хозяйственными вопросами, предприятиями, которые на территории, и плюс к этому они еще все генералы-губернаторы, генералы-губернаторы, то есть просто звание генерал-майор, все губернаторы. Понятно, что? Больше генерал не присваивали, только вот нам первым. Ну и пошли, и у вас реалии, да. Звание сохранилось? Да, получилось, потому что очень достойно отчитался я. И всем присвоили звание генерал-майора по указу. И вручили память на оближение. А потом подумали, нет, будет слишком много генерал-майора, потом приняли новый указ, а потом вступаешь в должность, то у нас, ну, по статусу генерал-майора. Уходишь в должности, уходишь в полковник. Но вы согласитесь, что это прекрасная иллюстрация? Насколько эта система представляет со мной? Нет, но это же система территориальной обороны. Да, неважно. Не согласитесь, что если война... И опыт этой системы территориальной обороны перенимает европейские страны. Я не против, конечно. А семейскую линейную систему, они там и придумали. Европейские страны, которыми мы тут вострагаемся, тут и страна ночь. Мы не вострагаемся вострагаем. Это Словакия, Чехия, Словакия, Ленгрия. Все приезжали принимать опыт организации территориальной обороны, которая на дустром республике была. Это ваше правильное замечание. И я вас всех прошу потратить 15 минут и на Илларионову на страничку зайти и прочитать, чем европейские ценности отличаются от западных ценностей категорически. И почему модернизация это просто прямой признак отсталости. И тому, что люди не идут... Да, европейские и западные. Это два разных набора. Фашизм это тоже европейский, социализм это тоже европейский. А западные ценности это конкретный список, который характеризует страну. Идет она к свободе или нет. По поводу фрукционных скандалов еще раз. Вся конкуренция в этой системе она собрана возле точек распределения ресурсов. Там, где рента делится, собирается и делится. Но мы туда не попадаем. Вы туда не попадаете никаким образом. Понимаете? Понятно, в колониальных странах это была более-менее очевидная история. Прислали из Лондона чувака, да? Тут-то это отбирается по определенным принципам. Не всегда понятно, не всегда прозрачным. Единственное, понятно, когда человек уже оттуда выпал, или к которому никогда туда не подходит. Понятно, что Ромачука никогда, ни в каком виде нельзя в эту систему встроить. Вот просто никак и никогда. Его присвободствует территориально оборудить. Редовым. 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 Нет, нет, нет. Там все чудо. Метеорологом выбрать. Метеорологом. Ему заверят управлять определенные группы людей. Облаками. Да, да, да. Он даже не знает, какой объект уже за ним записывал. Дребята. Это очень хорошо. Даже Советский Союз отправил его куда-то на Северной Линейной Океан, чтобы он там сидел и бед. Алтайский край. Алтайский край. Кислорода поменьше, людей подальше. Методика. Понимаете, что Рак возмущался? Как это? Откуда-то взяли какого-то непонятного балбеса и сразу назначают замминистром, да? Или там назначают... У нас представитель исполкома в Минске появился какой-то 27-летний парень, молодой. Или 34-летний. Или 34-летний, да? Это принцип работы системы. Ва свои критерии. Они человека отобрали, встроили. В рамках жестких, которые есть и прописанная часть, и не прописанные. Он соответствует, человек работает. И еще раз, это работоспособная система. Коррупционные скандалы. Это естественный сброс бара, который никаким образом самой рабочей системе не угрожает. Это часть этой системы, неотъемлемая. Да, неотъемлемая часть. В этих рамках, говорить по какой-то приватизации, кроме Роменчука, собственно, с такими вопросами, которые он пишет все время нам, мне и Карпунину, в виде интеллярных провокаций, существуют ли риски номенклатурных, то есть электрической приватизации. Сколько можно это спрашивать? Вам, Леонид Федорович, написал еще 15 лет назад, что он там. Уже контролируется точка распределения ресурсов. Кому принадлежат стенки, вот эти. Это происходит только в случаях, когда уже предприятие совсем с этим умирает. Ну ладно, может быть. Попробуем, пусть, попробуют что-нибудь сделать. А не получилось, что-то идите на 8 лет, и еще вам еще одно считаю. И этого вопроса нет в повестке дня. Никто-то никак не обсуждали. Даже банки не могут продать, потому что в системе вот этой ресурсового распределения получается какая-то лакуна. Суть метода постпланиального управления в том, что ты контролируешь все ресурсы. И поэтому встречи наши с президентом, это очень важно, это очень классно, потому что здесь же мог бы стоять просто надзиратель в колонии. Понимаешь? Нет. С нами разговаривают как с людьми. Но мы можем. И на самом деле Безбенгарягин в очередной раз на последнем заседании показал пример личного мужества. Потому что там был список согласованных вопросов. Значит, и все как мышки сидели под веником. Не только он поднял руку, встал, задал свой вопрос. Поэтому это все важно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что процесс нашей адвокации это плохая вещь. Безусловно, это нужно делать. И мы должны вот, понимаете, герои рядом с нами. Президент это не только человек, это институт, это люди, которые готовят мнение ему, которые готовят бумаги, подают на подпись, формируют его восприятие мира на самом деле. Да? И мы на самом деле немного смогли не смогли сфотографироваться и сфотографироваться хорошо. Поэтому, понимаете, начнем, что не смотря на эту сложную ситуацию, когда есть работоспособная и эффективная система, тем не менее подвигки происходят, да? И в чем могла состоять реалистичная повестка дня для бизнеса общества в наших условиях я считаю что это собственность правозащита и экономический рост суть подхода лентного управлению территории селения страной это контроль это аренда что смогли сделать например китайцы в чем и суть изменения подхода они решили для себя что главное это не рента доход главный рост вот замена да это двух слов замена двух понятий главное не рента и текущий работ главный рост 14 февраля когда мы там президента были он первое что сказал ребята вы можете тут давайте я готов слушать любые ваши предложения если не пострадают доходы бюджета можно расходиться в принципе ну хорошо мы пытались использовать эту возможность чтобы избыточное регулирование снять но пока мы не заменим слова рента на рост ничего не произойдет можем это сделать не знаю в этом смысле все таки то что мы с китайцами работает то что президент называет китайский проводится ли близкими друзьями реально туда ездит и так далее да они это сделали у них получилось у них очень мелко да значит я специально сделал маленькую такую значит у нас самые могущественные ведомства самые страшные которые больше всего боятся госконтроль ну сама администрации это понятно госконтроль прокуратура они имеют право первого доклада они приходят докладами не знаю сколько раз в неделю но каждый раз неделю точно значит на чем они будут могут вообще отчитываться и рассказы что вот выявлено открыто арестовано у них такая повестка дня изъято что они еще могу делать значит в китае самым мощным ведомства является самый госкомитет по развитию реформ у них право первого доклада они рассказали про то что у нас будут какие-то цифры значит они конечно подкладывают расчеты я на самом деле когда вот после 14 была первая группа рабочая состоялась уже в администрации президента без президента просто качально собрался что будем делать и был случайным образом сновков там я пытался с места прокричать что ребята приносите надо же какую-то ввести давайте про рост попробуем что-то да но у меня нет в этом смысле авторитета это правильно надо чтобы это горюкорянен романчук чтобы под это подложили теоретическую базу мелкие предприятия в китае не проверяем на самом деле классные налоги не платят боятся экспортер ну ты там уже просто хочешь возврат ндс то можно получить те оформлять документы у них до определенного уровня доход вообще прибыли есть прибыли неправильно так сказать что есть экспорт вот они вот у нас китайские корпорации работают если ты вывезли нас если показали убытки приезжать комиссии это счастлива и потом уже где скажешь это абсолютно правильно но понимаете по крайней мере если компания растет есть прибыль никто не травы это компания по стеклянным толпаком которые обеспечивают этот самый госкомитет по территориям дали смотрим у нас что происходит защитила ли вот этого самого товарища который как господи но оптимизировал секрет оптимизировал оптимизировал да ну никак его не защитила 2000 рабочих мест и дела формальные эти значит и первый вопрос и это то что касается повестки дня национальных то что касается горящих а это тот самый замену понятия центры но конечно уровне местного столичного союза предпринимателей я бы не рисковал заниматься такими вещами вот интересная вопрос господину горягерую он национальный мужчина вообще имеет до вас германчук я на самом деле стоит в минску столичного союза не поэтому нет это не ваша тема это наш начали мелких наказ для минского столичного союза предпринимателей минский столичный союз был столичный и битский только географически это объединял предприятие которое минске зарегистрировано мы занимались или с республикой со всей галяги на всех хватает он значит всем занимается и правильно что он теперь возглавляет конфедерацию значит вот вопросы минского столичного союза как сущностные да и в рамках той самой рентной истории административный доступ на рынке это очень болезненный огромный вопрос это может быть темой для прекрасной работе минского столичного союза если вы сможете сделать городскую повестку дня вам не придется тогда лезть туда вот под облака где молнии и грозы и где страшно где только герои вот такие вот могут пытаться поправить министерство тогда не искать госконтроля что зря вы так сделали и перечить подряд но они и смелые люди на уровне минского столичного даже не нужно делать вы просто главное что есть но председателя нашего здесь экспертиза никто лучше сладочка не понимает как минске что это доступно рынок строить это торговый там же все на самом деле у нас с точки зрения имитации все прекрасно и по европейски везде прописаны процедуры у нас все через тендеры все через комиссии все через закупочные алгоритмы специальные у нас я один раз попал случайно на заседание мингосполкома абсолютная демократия абсолютно сидит 50 человек правда справа сидит госконтроль прокуратура городская нужно подождите слева сидит профсоюз сидит это городского совета есть белановский белановский нет еще не товарищи запутали по вопросу запрашиваем и готовится справка видеоматериалы пожалуйста может стать если тебе не страшно и на самом деле подождите мэр слушает внимательно есть возражение нет есть я встал значит спорю с прокуратурой то все время смотрели этими глазами значит добился добился провезло я в комиссии вот как разный момент вот я был президентской комиссии понимаешь и поэтому наверное просто чем унитет но он такой ненадолго и я не заблуждаю не не как Слушай, как я тебе чему-то в жизни не помогал, блин? Слушайте, вы меня и к дому выстянили, так что я не надо меня не скажу. Ты открыл кафе, у тебя в салоне крыши, в салоне на крыше, по-моему, там, у нас для фабрики уже, да? Было, да. Да, да. И МЧС заставлял, чтобы ты эту крышу убрал. Это не я, кстати, к вам ходила, наверное, в байдачной, кстати. Ну ты не ступал, может быть, что-то было. А потом, вы пошли в байдачную, я взял МЧС, вы тогда сказали, честно, не трогайте. Ну, представляете? Какая память, слушай. Я не пойду, да, я не знаю, что я воспользовался услугами. Ну, вы представляете, это генерал-майор, да, это мэр города полномиллионного. Это я его с полковью, наверное. А еще во Хрулинском, да? Ну, на самом деле, погружение местных властей в любые вопросы на подконтрольную территорию... Погружение, сумасшедший контроль, многослойный. И единственное, чем мы можем воспользоваться, как Минский исторический союз, это тем, что имитационные эти все проевропейские механизмы, они что-то внедряются. И пользуясь этими инструментами, и пользуясь новым запросом сверху, и пользуясь экспертизой, и пользуясь всеми этими скандалами типа Поропад, где действительно нужно устраивать модерацию между властями, между населением и властью. И все эти скандалы застроить к уплотнению и так далее, где тоже и граждане, и компании, и разрешительная система. Вот это есть большое достаточно поле. И сказать, что оно сложное, оно, по крайней мере, не такое страшное, как попытки вмешаться в национальный законодательство. Нужно это, не знаю, будет. Конечно, потому что это, изначально, родоначальники вот этих процессов, Минский столичный. И все эксперты Минского столичного, благодаря вот своей работе, как ты говоришь, смелости, понимаешь, добились того, что на национальном уровне произошли какие-то изменения. А потом стали родоначальниками процесса консолидации всех ассоциаций. Минский столичный союз. И от истории никуда не уйдешь. И мы правили вот этот седьмой декрет. И если бы мы этого не сделали, то вот этого бы процесса, о котором на республиканском уровне, ты, Иван, говоришь, ему бы просто не было. Это были Минский столичный союз. Значит, что еще хочу сказать, значит, вот то, что мы вчера обсуждали. Беларусь 100 миллиардов в 25-м году, удвоение МВП, миллион рабочих мест. Это прекрасно. Вот я с Федоровичем согласен, что это прекрасные интеллектуальные заманухи. Это такие триггеры, которые толкают думать, да, там. Это болезненные точки, по которым сейчас Рабачук будет в течение пяти лет всех министров, там, и концерн, и будет долбать их, и долбать, и долбать. Эта тема для разговора прекрасна, но это не стратегическая цель. Стратегическая цель – это частная собственность, экономическая свобода. И тогда уже на основе частной собственности, экономической свободы, каждый из вас будет добиваться своего счастья так, как он этого хочет. В том виде, как он это хочет. Вот. Все, что я хочу. Спасибо. 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 Спасибо.